приложение описание соответствующих результат потом поговорим об учебниках и книжках которые мы будем читать и наконец перейдем к той части сегодняшней лекции где мы будем говорить о стиле работы людей применяющих функциональный анализ на примере всего одной теоремы или банаха нажимающих я буду все время писать только аббриартуру до краткости функционально можно по-разному трактовать это понятие мы будем понимать под этим изучение таких структур которых соединены две страны пусть у нас есть линейное пространство над каким-то полем качество поля может выступать в наших примерах и r и c ну раз у нас есть линейное пространство есть операция сложения и умножения на скаляры за ту поле и мы хотим чтобы еще была топология какая-то может быть заданной метрикой просто топологии то есть выделенное семейство открытых ножек так чтобы две линейные операции были непрерывными в этот полу что под этим понимаете что если я беру сумму каких-то элементов x нулевое и нулевое то получается элемент x нулевое и плюс x нулевое и если я здесь выберу какую-то открытую окрестность то можно выбрать открытую окрестность здесь и здесь переходят в элементы стойки обычно они прыгают совершенно аналогично если я взял поле к нарисовал в виде такой прямой не принес соответствующей операции если я взял точку лямбда нулевое и точки x нулевое и лямбда нулевое отсюда ставится в соответствии элементы лямбда нулевое и x нулевое то они принадутся это операция значит что если я выбрал здесь произвольно открытую окрестность можно выбрать открытую окрестность здесь и здесь так что сумма элементов отсюда в результат умножения скаляра отсюда и элементы оттуда попадают в выбранную совершенно элементарно вот в основном мы будем изучать такие объекты и разумеется не сами по себе вы же люди грамотные понимаете что с какого-то момента самым интересным математике стало изучение отображения всевозможных которые изучаются на тех или иных пространствах и вот этим и будет называться из этого будет состоять предмет функционально исторически все развивалось примерно так я сейчас сначала сразу скажу я только одну толковую книжку она не привезла на русский язык по истории функционально на это знаменитая математика не дана один активных участников и основателей можно даже сказать группа барбаки жанне дана он написал книжку который был издан 81 обычно ссылается на издание 83 года который называет очень просто история функционального анализа англоязычный вариант аббревиатурой буду использовать так свободно и часто говорится но издатель 83 в сети вы легко найдете движущий вариант книжка описывает историю функционального анализа от минус бесконечности до примерно 1950 года это вполне достаточно для нас цели включая предысторию какие факты теории дифференциальных уравнений прежде всего анализа к этому привели но вот для того чтобы вы поняли даже само словосочетание функциональной анализы слов функционал например имеет неимоверное количество значений имеет ли это отношение какое-то слово функции тоже непонятно когда мы например мы будем понимать под функционалом во всех тех по вставаниях которые нас будут отображение которое действует из вот этого выделенного какого-то звольной природой пространство в поле соответствующих скалеров а когда в свое время был предложен в 1887 году известным математиком бита вольтера термин он правда говорил функциональное исчисление то прежде всего понималось конечно вот здесь в этом в этой букве начинка которая говорил о том что речь пойдет о чем-то связанном с функцией что говорил витте вольтера он сказал что восемнадцатом веке мы локальные свойства функции изучали восемнадцатый век и семисотый год это формула тейлора и всякие такие штуки в девятнадцатом веке изучали уже свойства функции глобальные но скажем каши и верст раз вам в курсе анализа вашим рассказывали про свойства функции непрерывных на отрезке ограниченность достижения грани там притягиваем о промежуточных значениях и прочее а вот дальше я цитирую витте вольтера писал следующий век двадцатый будет веком функционального исчисления в котором функции будут рассматривать как элементы некоторых пространств вот таких сообществ и речь пойдет об изучении вот выделенных функций с похожими какими-то однотипными свойствами в такие группы и вот речь в анализе пойдет прежде всего об этом во многом он оказался прав другое дело что слово исчисление которое в английском обычно таким слегка уничижительным словом кавказ записывается напишу кратко там место есть еще альтернатива вот прижилось для функциональной за не вот это слово которое обычно в современных математических курсах понимает какие-то технические разделы но скажем дифференциальное исчисление то научить людей дифференцировать интегральное исчисление научить интегрировать ну с точки зрения преподавания английского университета скажем а тут анализ это концептуальные вещи и вот на нынешний день структура примерно такова здесь если взять анализ вообще неважно англоязычный или русскоязычный тут внутри можно выделить область математический анализ в ней есть вот эти технические элементы про дифференциальное интегральное исчисление отдельно здесь идет функциональный анализ наш отдельно сидят дифференциальное уравнение обыкновенное отдельно сидят уравнение математической физики выражаясь фистеховским языком или уравнение частных производных выражаясь языком мехматским скажем и так далее вот все что связано с такими вещами это объединяется в одну группу большой анализ но дополнениями совсем грубой такой классификации являются геометрия но и что еще как вы думаете нет это театр геометрии высот точки зрения таких классификаций скажем математическом институте соответствующий отдел называется отдел геометрии полы не не уживаются рядом мирный нет я имею алгебру конечно но этих мы касаться нибудь хотя вот здесь вы понимаете что идет как раз речь о наличии двух согласованных структур алгебраической в широком смысле и топологической можно сказать геометрической но можно сказать алгебраической нас и там куча есть и потом всяких конечно под классов вот среди таких но давайте краткий набор примеров чтобы сразу не понимали скажем я беру пространство иран арифметическое стандартная р-н нет размером стен я могу там водить так называемые при метрики знаете какие но я когда объявляю длиной элементов x какого-то из иран норма с индексом п это сумма модуль x к т в степени п 1 поделить на п суммирование идет пока от единицы дуэн п какое-то число больше либо равны вот можно доказать что при любом п это будет нормальная норма слова норма раз вам читал рыбков лекции вас не испугать вот получается пространство такого типа р-н с индексом п аналогично можно рассмотреть бесконечно размерные аналоги lp когда бесконечные уже последовательности компонент образуется можно рассмотреть скажем функции интегрируемую поли бегу моды которых дыров в степени п опять же при парам нам больше б равном единицы на какой-то области желан мер на пространстве можно взять пример тоже из анализа стандартный непрерывные функции на отрезке б с какими-то метриками какие но можно вести метрику например такую когда нормой объявляется максимум модуля f от x на этом отрезке можно ввести интегральные метрики как здесь скажем мы по и нормой назвать интеграл от модулей f от x в этой степени все степени перед нам при тогда ну куча возможностей и конечно вот самый главный пример для нас в нашем курсе вот здесь таких ситуаций это будут вот такие нормированные пространство это самое интересное сейчас важным отделом функционального анализа более общим классом чем вот это ты его представителями являются являются так называемые векторные топологические пространства можно сказать линейные топологические пространства некоторые говорят наоборот линейные топологические пространства тут разные школы есть так это вот чуть более общий класс и это не извращение праздного ума сама жизни вот та же самая физика теоретическая физика 20-х годов заставила к таким понятиям прийти я скажу два слова просто физика 20-х годов она уже имела дело существующей теории относительности и с возникшей квантовой механикой и выяснилось довольно быстро что естественной математической моделью для вот этой новой квантовой механики является изучение геометрии гильбертовых пространств то есть полных евклидовых пространств пока все слова понятны но сходимость с точки зрения квантовой механики естественную которая там должна изучаться в первую очередь это то что потом стали называть слабой сходимостью но если мы есть пространство скалярным произведением слабой исходимостью там будет называться вот что xn слабо сходится к x означает что для любого функционала линейного непрерывного на этом пространстве а гильбертом случае это все равно что скалярный произведение который сейчас напишу рассмотрит так вот если для любого игрок из нашего пространства вот такая числа и подносит сходится вот к такой числой результаты действия всевозможны и вот выяснилось в конце двадцатых годов это доказал джон фон неймон имя которого вы знаете наверное ну слышали хотя бы я не думаю что какие-то ремы должны знать сейчас мы должны слышать тоже человека оставил след совершенно замечательное во многих ветвях и математики один из создателей математической теории игры один из вдохновителей самой идеи вообще компьютеры много чего вот джон фон номер в конце двадцатых годов доказал что вот сходимость такую можно придумать и хороша но придумать метрику которую бы ее порождало потому что мы привыкли к тому что сначала появляется какое-то расстояние а потом появляется соответствующий сходить правда так вот придумать метрику в принципе невозможно топология который конечно есть и порождает исходим она не метризуем и то есть вот рассматривать линейные топологические пространства не обязательно армированы раз вот со слабой сходимостью мы хотим иметь дело это потребность просто ну я оставляю этот путь вот мой коллега и мой ученик прошлом константинов роман викторич он всегда рассказывает вот как раз все начиная с линейных топологических просто есть книжка вот когда мы до книг дойдем я ее назову на русском языке скажем книга родина очень хорошим американскими тематика у него много книг и на русском языке кое-что приведено вот у него его книга функционального анализа написано как раз так что начинается именно с этого ну вот про пример я рассказал теперь возвращаясь опять к ленте времени лента времени у меня будет идти как у многих физиков сверху вниз хотя совсем не физик как и вы но если здесь есть исторический рубеж это 1900 год вот здесь давайте пометим это как раз вид вольтера с его словами это 1000 как мы с вами договорились 887 год но раз уж отметка 1900 и будет пелс что в мире математики в этом году произошло кто-нибудь что-нибудь скажет конгресс всего конгресс какой конгресс пчеловодов математиков кого правильно называется обычно тематический конгресса конгресс математика нас это был один из первых математических конгрессов он проходил в париже и там на секции истории и преподавания математики выступал давид гильберт который создал список из 23 задач которая как ему казалось столба решить в предстоящем столетии и они сидят во многом определили развитие математики на это столетие большинство из них уже решены хотя некоторые задачи как теперь считается были поставлены не совсем удачно некоторые были решены частично но всякое бывает ну скажем вот без стенах этого института на нашей кафедре в конце 80-х годов один из сотрудников андрей андреевич были брух получил решение 21 проблему гильберта про то можно ли но про связь дифференциальных уравнений определенного типа с группами мандарами решение было отрицательным вопреки тому что думали это контур пример был построен так что из тех в каком-то смысле внес вклад на хотя он конечно мехманский чек дальше чтобы был по шкале времени с мы не двигаться 1902 год либек в этом году либек защитил свою диссертацию которая называлась интеграл длина площадь в последующие годы там в четвертом и шестом он опубликовал основные результаты из этой работы в виде книжек и так далее и вот тут уже все оказались хорошо вооруженными можно было рассматривать с очень удобным для аналитических дел интегралов соответствующие функциональные пространства до грима просто интеграл риммана очень ну как сказать мягко неудачно приспособлен для определенных аналитических задач вот давайте я вам задам один простой вопрос раз вы сдали анализ и хорошо его знать интеграл риммана и все остальное представьте себе ситуацию у меня есть пространство неприемных функций на отрезке 0 1 я здесь взял какую-то последователь функции fm вся отсюда про которую известно что она поточечна то есть при любом x сходится к функции f какой-то ну пусть тоже непрерывно ясно есть поточный сходящий вопрос очень простой верно ли что вот эти риммановские интегралы которые заведомо существуют в данном случае от функции fn имеют своим пределом римманский разумеется интеграл от функции fx что-что-что-что-что-что это в общем-то неправда вы молодцы вы мысленно нарисовали картинку скажем вот 0 1 1 1 но скажем здесь до высоты н такие треугольнички такая стрим который сдвигается и память все если это fn от x они сходятся при любом x разумеется функциональ но интегралы от них все время равны 1 2 и прекрасно а я сделаю тогда еще дополнительные условия пусть еще нормы всех этих функций не превосходит 1 констант то есть графики всех этих функций живут вот в таком прямоугольнички от минусом до м 0 а тогда это верно что да почему ничего себе я спросил вы на первом курсе на втором учиться за время изучать в вашем курсе есть какая-нибудь теорема позволяющая решить эту задачу это спасибо эрлиху конечно я понимаю и редко зубов спасибо или бегу спасибо но вы понимаете что от курсе риммонского интеграла о чем я вам и говорил нет ни одной теоремы можно вручную это сделать там лист бумаги списать и придумать кое-что вот теорема который на такой тривиальный вопрос житейский математически для аналитика исключительно простая важная ситуация очевидно и у вас никакой теоремы в этом интеграле риммон нет и не потому что у вас курс плохой просто сам интеграл плохо приспособлен для решения таких задач а вот эти работы с интегралом ли бега вот я вам сказал что 1902 там год и так далее тоже появляется стерео ли бега который вы знаете и открывается дорога теорема ли бега об ограниченной сходимости 1906 год это я все сейчас выписываю даты имена события из чего потом в конце концов сложился тот предмет который называется функциональным аналитом 1906 год французский математик марис фриша придумывает понятие метрического пространства но вы узнаете не буду писать прекрасно 1909 год рядом тут сразу народ завозился тут вот стали продумать уже будущее топологическое пространство здесь вот надо назвать имя хаусдорфа на его счету приведу потом брауэр голландский математика совершенно замечательный человек про него до сих пор никто не знает он был математиком в первую очередь или философом но вы знаете какую теорема он придумал в девятом году теорема брауэра неподвижной точки неправильное отображение шарика или там сам брал в трехмерное шарика трехмерного в себя неправильное отображение имеет неподвижную точку теорема с которой началась алгебраическая топология хорошо где-то в эти же времена я только фамилия здесь напишу работали и давид гильберт который собственно придумал сначала то что сейчас называется гильбертом пространство в основном виде сепарабельных с базисом здесь работали такие математика как старший рис но у нас его обычно фредерико называют но это упрощенная форма некого венгерской обе которые не будут писать на доске что нет рис эта работа как раз за разных областей функционального анализа и вот если вы возьмете замечательный учебник хотя обычно его не используют никто потому что трудно с такими вещами работать рис и все кефальвенать это его ученик венгерский то там как раз вот в его к их курсе функционального анализа в основном работа идет в процессах л.п. но начинается все с разговора по теории меры интеграли и так далее но в принципе рис считается просто одним из основателей функционального анализа теоретически можно просто затолкать вот теорию меры теории интеграла и в анализ вообще и функциональное анализ по если даже вот сюда тонкой ли традиционно с точки зрения преподавания скажем в нашей стране теории интегрирование обычно все таки как часть функционального анализа курса рассматривать дальше назову такое замечательными как фридгольм но в русском языке в таких словах как фридгольм и стокгольм ударение со светского варианта переносится на окончание хотя на самом деле свой город скажем шведы свою столицу звать столько то есть остров бревен сток бревно холм остров здесь фридгольм остров тоже понятно тут много чего происходило 1914 год хаусдорф о котором я уже говорил пишет книгу из которой выросла куча всякой всячины теория множества вот теори метрических пространств в современном связанном таком видео изложил он и эта книга стала потом образцом на многие времена книжка калмагорова фомина из нашего списка она вот во многом как раз наследует традицию этой книги так у меня лента времени кончилось я сотру задачу потому что тут правильно себя вели хотя с моей точки зрения мало удивлялись тому что вот теория интегрирования римана не позволяет быстро получить ответ на этот естественный вопрос хорошо и вот некоторые ваши реплики содержат такую легкую долю иронии я это учту и я потом проверю вот понимаете вы мне все время говорите что вам об этом говорили но я пока еще не знаю насколько вы теперь владеете этим материалом это мы еще увидим посмотрим это хорошо так вот продолжаю ленту времени у меня там 914 год прошел значит идет вот развитие такой топологических структур но иногда пишет что хаусдорф придумал понятие филологического пространства да примерно так он на самом деле был он даже там на поняла придумал нормальное пространство вот эти с аксиомой отделимости соответствующие все так но забегая вперед то есть вот сюда скажу что современное такое аксиоматическое изложение топологии это пожалуй в основном делаю рук александра упал сергеевич был такой нас математика он его друг урисон многие разделы вот эту общей топологии общем-то создали фактически дружили так вот параллельно вот с этой геттингенской школой гильберт и компания многие математики туда наезжали учились сложился такой математический центр в польше в кракове львове и главной фигуры здесь это банах стефан банах но и мы услышали конечно банах его пространство это наверное самое популярное словосочетание в математическом поисковике и вот в 1920 году он как раз это понятие аксиоматический а форм значит банково пространство я так кратко напишу в автобиографии норберта винара я математик он пишет он сам тоже в это же время такими вещами занимался и сначала даже в литературе писали пространство банаха винара банаха банаха винар и так далее но потом винар сказал что все-таки он уступает вот первенство здесь стефану банку и они стали банаха много замечательных теорем он к сожалению прожил короткую жизнь умер вскоре после войны там сорок пятом году вот в 1922 году это отдельная теорема это как раз теорема банаха от сжимающих отображениях принцип неподвижной точки он ее сформулировал доказал причем не в общем случае как вам наверное рассказывали метрические полные пространства и так далее сжимающие отображения он делал эту ситуацию которым было нужно нормированное полное пространство то что мы сейчас говорим банаха в сжимающие отображения данном случае у него был линейный ограниченный оператор с нормой меньше дикс и тогда есть неподвижный все вот ситуация которая была у него но это теорема мы еще вернемся потом я пропускаю несколько лет где вот это двадцатые годы идет кипели всяческие физические страсти это физика микромира прежде всего квантовая механика вот то что я здесь говорил про фон эммена есть такие мемория макса борна но это один из создателей квантовой механики он пишет что вот ему очень помогло то что он в геттенгене где гильберт в университете за его кафедры как раз получил представление о теории гильбертовых пространств но они тогда записывали все на языке бесконечных векторов бесконечных матриц и так далее было не абстрактная схема как потом были удобные компактные и прозрачные а вот вычислительная что ли так но тем не менее тут все было и вот наконец мы подходим к тридцатым годам 1931 2 это у банаха появляется сначала на польском а потом на французском мемуар обширный который на русский язык полностью аккуратно привели только 2001 году который называется теории линейных операций и вот по-разному можно все это трактовать смотреть но с моей точки зрения вот именно это время и надо считать даты рождения функционального анализа как дисциплины вы заметишь как назван названа работа линейных операций этот на нашем языке это имеется до линейные ограничены операторы функционал вот он цвет уже структурировал и дальше потом все ушло уже более-менее по накатной дороге у меня чуть-чуть место осталось я скажу о пришествии функциональной анализа нашу страну 1936 год люстерник но лазерин ферестерник был очень разносторонним хорошим математиком этой топологии функциональный анализ и в нашей стране он был одним из тех кто создавал вообще вычислительную математику нашей стране и вот в 1936 году он написал в успех математических наук большую статью на 70 страниц под названием основные понятия функционального анализа перед этим в 35 году воронеже прочитал курс он вообще из ленинградской школы математической там где фехтонгольц там где лагерон смирнов такие имена просто чтобы вы какую-то скрипку получать нет все это я все перепутал это оттуда следующий герой конторович извините люстерник из московской математической школы его воспоминания как раз такие в трех частях про лузитанию школу лузин и извините я вас в заблуждение вел вообще если вот такие все вещи про историю скажем школ математических московской питерской и так далее вы захотите узнать сейчас есть ресурс который называется мат над тут неважно какие буквы перед этим стоит там вы можете найти вот по таким фигурам как люстерник или контарович полный полнотекстовую базу их печатных работ нет книг к сожалению оцифрованных там хорошим но все вот в их статьи напечатаны в журналах математических наших они там все приведены так что иметь ввиду этот ресурс это очень важно ну и после этого пошло поехало стали читать курс функционального анализа он предсказал здесь вот эту работу банаха дополнил своими результатами некоторые вещи стали читать курсов в ленинграде в москве в общем-то после войны начали читать и калмогоров и гельфанд и другие тот же люстерник родились книжки о которых сейчас потом скажу еще но и вот еще одно здесь на шкале времени хочу метку поставить это еще девятьсот сорок восьмой год как раз контарович леонид цветович представитель вот этой питерской школы опять же в успех математических наук теперь когда вы знаете про мотнета я достаточно миска это контарович успехи математических наук и вы статью найдете он написал большой напечатал большую статью функциональный анализ и прикладная математика вот для меня очень важная эта работа потом это все вошло в тот 900 страничный учебник функционально я даже хотел сегодня принести но поленился может быть зря потому что к некоторые книжки я хотел чтобы вы видели просто не виде какого-то файла может еще раз присутствие раз уже загорел она туда вошла и это очень интересно потому что ну вы про контаровича что знаете вообще нобельская премия по экономике 75 года да но она считается не совсем формально она же не входил в тот список который сам но без ставлю но сейчас конечно все говорят на миску примите кстати вот вопрос к вам я как-то разговорился а немножко от своего внутреннего графика отставил вам перерыв нужен вы не устали вроде мы не устали но еще дошли только до 1948 года и поэтому у нас полно дел вот ленты . второй был очень яркой фигурой это типичный вандуркинд вот когда-то мы проводили в доме ученых секцию математики там ссылаясь на семейные рассказы расскажи такую замечательную историю у него был брат старше лет на десять медик стал потом хорошим очень специалистом в медицине у брата его друзей был предмет химия который они не очень хотели изучать но тяжелая длинная наука восьмилетний контарович с удовольствием прочитал все эти учебники научился решать все задачи студенты быстро смекнули экзамен ходит брат ходят другие его друзья студенты и играет экзаменатура извините вот мальчика несколько был дома стать можно тут посидит порисует ясно что ему быстро переправляют условия задач ясно что он все быстро решает потом через какое-то время контарович становится математиком известным но вот это нобелевская премия литературе это его работа еще довоенная это рождение того что сейчас называется теория линейного программирования вы знаете задачи распределения ресурсов и так далее с точки зрения а что же вы все время говорит вам что не скажет все вы уже знаете вы молодцы но вот что меня здесь интересует в конце сороковых годов в атомном проекте контарович был руководителем одной из расчетных групп и вот владимир игорь чарнольд говорил что он по его мнению это была самая сильная по результатам групп хотя там работали первоклассной математики там работал и сергей люч но особо и в которой ты обобщенных функций наряду со шварцем саду сейчас эти все вещи рассекречены скажем мы в институте прикладной математики те же некоторые работа соблю как насеческого проекта просто выложенности это все понятно вот контарович там очень много чего придумал насчитал и вот эта статья в успехах это была как раз некоторая демонстрация собственного достижения то что выяснилось что знакомство с функциональным анализом они уже работают по этой тоже были они позволяют от придумывать там упрощающие методы расчетов вы должны понимать что в конце сороковых годов у нас никакой вычисленной машины не было были всякие механические машинки в том числе трофейные получены захвачены в германии мерседес и механические потом наладили выпуск электрических кстати вот первый заведующий кафедрой высшей математики на физтехе борис николаевич дала на специалист известный по геометрии по многогранникам член корреспондента камеру конако красот после войны огромную работу про вот эти все вычислительные машины ну просто попросим ну вот и вот называется эта работа функциональный анализ и вычислить и прикладная математика вот я сейчас дам вам список книг которые относятся и к исторической этой части и к тому что нам стоит читать в процессе изучения этого курса какие книги я могу здесь выделить ну давайте начнем с хвоста даже конторович акилов тут есть разные издания есть 1977 год 1924 но для вас как и людей имеющих дело с файлами на рынке все равно это функциональный анализ книг совершенно замечательно но очень большая вот это единственный недостаток потому что оторваться будет трудно из новых книг которые моют с хвоста иду есть такое в математике математиками их математику на кафедра функции александр якович хелемский и у него есть книжка которая называется лекции по функциональному анализу есть несколько изданий по 4 года 14 книжка замечательно очень обстоятельно очень толковая очень мощная алгебраическая такая часть в этой книге но потому что он сама специализировался по таким вещам как банных в алгебре и все что с ними связано это слово алгебраический ему в общем то свойственно возможно вы видели его любопытную книгу рассказы о войне алые белые розы но вот он такой разносторонний в общем-то чек и написал такую хорошо очень написанную по языку и сведе то есть еще о том что он действительно там уйму всего знает это забавно книга то что англичане называют война роз у нас традиционно за целый белый роз этот антагонизм он старый вот когда шахматы в европу пришли в средние века во времена крестовых походов они пришли с доской имевшие окраски клеточек красную и черную и европе это не приняли потому что и красный и черный являлись антиподом белого цвета как две темные такие пусть по-своему яркие вещи но и поэтому быстренько черный цвет заменили на белый сначала все играли на красно-белых досках потом постепенно красный темнел превратился тем и стали играть на привычные нынешние черно-белые доски но здесь война алые белые розы этот как раз такой в геральдики образец противопоставления цветов дальше у нас есть вообще задание где я привел список некоторые из книжек но я сейчас вот пишу просто список не повторяющий тот скорее дополняющий тот разговор который мы вели историческая книжка калмагоров фомин но имя андрея николаевича вам известно поскольку вы не только интеграл небега знаете но и теорию вероятности и так далее какую как считается проблему гильберт андрея николаевич решил да но на самом деле это правда по сути мы так это трактуем сам-то гильберт говорил о том чтобы физику ну то есть он беру математическую физику сделать подлинно математической дисциплины с аксиоматической структурой но потом стали трактовать это как вот не всю математическую физику а как теорию вероятности и действительно вот эта работа калмагору 34 года основные понятия теорию вероятности это как раз такое решение этой задачи ландрика же был конечно вообще безумно разносторонним человеком это фантастика сергей васильевич поминута тоже профессор угол который вот записал его лекции в его обработке не перед но вот если вы будете брать в библиотеке какую-то книжку берите но скажем начиная с 72 года издания потому что в плане михаус стихомеров которого я упоминал как человек который подготовил а может не упоминал это здание банаха в 2001 году он ее отвечать на отредактировал написал дополнение про банах волги привод с этого момента в книжке гораздо меньше уже просто таких мелких погрешностей чем до того так что если будете брать берите так мне очень нравится книжка двух английских математик она уже теперь тоже начинает казаться какой-то древностью хатсон и пим русское издание 1903 год но называется она я только начало название на приложение функционального анализа там дальше идет и теория операторов нет меня нужно это специалисты по нелинейным интегральным уравнением и вот всегда интересно читать книжки даже учебного толка где отражаются такие профессиональный вкус авторов у них есть цель куда не читатели ведут не просто такой школярский компитативный пересказ прочитали там изложили здесь и тогда нет вот когда есть такое авторское начало вот такой мощный начал конечно в книжке канторовича безусловно есть это правда ну вот вот пожалуй те главные книжки которые были одна еще в дополнение халмаш ну вот он сбал уже один ненгерский математик рис кстати и рис старше и его брат младший марсель и вот в курсе анализа вы знакомились с теоремой еще одного венгерского математика я имею до гармонический анализ я имею ввиду терем о том что средний арифметический частных сумм рядов фурье это ферда это вот это ребята интересны тем что они в свое время еще в 19 веке выигрывали венгерские математические олимпиады для гимназистов то есть вот эта история с олимпиадами она в некоторых странах имеет совсем то уж такую давнюю историю то вот один венгерских математика более молодых конечно существенно чем рис и он уехал в тридцатые годы в сша поле халмаш он написал несколько замечательных книг и больше известен как раз вот этими своими книжками учебного характера а не собственными даже может быть достижениями вот одну книжку я назову называется она гильбертово пространство задачах совершенно замечательная книжка масса задач в том числе и трудных но прочитав ее прорешав хотя бы половину задач из него или там четверть вы получите совершенно конечно другое представление о внутренней жизни гильбертово пространство гильбертово пространство это среди всех нормированных пространств это совершенно исключительный какой-то класс потому что многие патологии которые бывают вообще в банах в пространстве там отсутствует настолько это правильная жизнь и вот с точки зрения функционального анализа вообще я вот несколько раз потом наверное еще повторил для вас эту мысль миссия изучившего азы функционального анализа стать том чтобы в каких-то ситуациях в том числе аналитического толка придумывать какие-то структуры которые бы соответствовали решаемой задачи и где геометрическое вот это видение идущие от функционального анализа позволяла бы задачу решить но я что такое метод ньютона конечно нет в касательных вы решаете уравнение f от x равняется нулю есть какая-то картинка там ну и место это что вы проводите в какой-то точке касательно пересеклись поднялись провели касатель и т.д. ну и подбирайтесь к решению уравнения фото хранится там получается такая последовательность x n плюс 1 равняется x n минус f штрих в точке x n в степень минус 1 я так буду писать поймете потом почему на f от x n это такое произведение ну и вот это все быстро куда-то побежит там при разумных неких условиях получается опять сжимающее отображение если говорить вот этим нашим геометрическим языком на тире мебанах то вот представьте себе что речь идет вот о нашем атомном проекте что есть какие-то сложнейшие системы дифференциальные интегральные уравнение которые должны работу соответствующий реакторного типа там описать если это не просто функция какая-то вроде x квадрат минус 7 а это сложные какие-то вот эти интегра дифференциальные операторы то при отсутствии еще тогдашней вычисленной техники посчитать пусть приближенно как-то чего-то даже один раз вот это дело это очень серьезная работа а есть еще каждый раз надо оператор пересчитывать а это будет стоять здесь оператор миг уже то это совсем большая работа а если еще искать и обратно к нему оператор то это еще одна гигантская работа вы прекрасно понимаете что даже найти обратную матрицу там для матрицы размером на 10 на 10 это серьезная рабочие для работы и вот что придумал например контарович у того что вот он занимался в грубе функциональным анализом он сказал ребята давайте вот здесь будем этот оператор считать только в одной точке начальной начальное приближение к с нулевой взяли этот оператор нашли обратный к нему и потом все время в дальнейших формулах при любом n используют когда здесь вот этот оператор множитель таков и будет хорошо ну и все мы потеряли в быстродействии но у нас уже зато машину все время будет работать и что-то осмысленно идет и вот на таких мелочах казалось бы но с точки зрения вот внешнего изложения но вы понимаете что вот когда здесь операторы сложно и так далее именно вот это понимание функционального анализа позволит все сделать и поэтому контарович действительно получил тогда свои премии вот как они назывались за работу по функциональным анализов старковые годы но это реально было признание вот такой прикладной работы а вот или старик о котором я говорю который там тоже меня написано тонн как раз 50-е годы когда мы тоже стали создавать эти машины то возникла задача надо было научить эти машины считать сейчас уже машина сам себя учит 1 альфа гоу чувствует могу сказать честно было самое сильное для меня потрясение последних лет то что я все время много чего написал про шахматные компьютерные программы и так далее а тут вдруг учится на себя это совершенно невероятно потом обыгрывать всех в общем отчеты терминатор уже таскать на подходе его там надо было учить эти машины считать но ты сюда сейчас сделаю пометку и сейчас уже перейду вот как раз к я теориями банах вот из чего мы исходим у нас есть какие-то таблицы для перемножения ну скажем в действительной записи таблица умножения цифр дружка на дружку а вот как делить числа вот когда в школе учат делению чисел там что-то делают подбирают смотрят сравнивают в общем-то сложная такая комбинация логических действий и умственных перемножательных а хочется тупо машину научить делить но с помощью вот этих уже первичных операций сложение умножения кстати само умножение тоже можно совершенствовать вы знаете про работу от карацуба 61 года вам живые методы короче говоря про вычисленности прочие рассказать это все градиодные штука просто на ровном месте он вообще-то был специалистом по теории чисел и просто ходил на семер калмогорова по логике а калмогоров то время занимался логикой с середины 50-х годов и в общем-то до конца жизни потому что хотел понять как вот через понятие сложности осознать что такое случайно вот сыр задача было ну и там это в частности обсуждается такие вещи совсем молодом 2 2 года карацуба анатолий ксич но он это придумал но сейчас вы узнаете же уже дожимают до аналоги рифм эту оценку это совершенно замечательная история а вот если я хочу разделить мне чудет вот представьте себе что у меня есть уравнение bx равняется единице б это число x это решение ну вот написать что x равняется 1 поделить на b это условность как делать то будет под выжили железяка на гугловской или какая еще и мне все равно чем это опять вы захотите запускать какие-то такие создавать эти процедуры я еще раз говорю вот представьте себе что у меня есть ну вы помните вот как работал скажем в большей парке на человек который с инигмой расправлялся на тюрингами есть 20 тысяч барышень которые умеют считать на этих вычислительных машинках им дают какие-то алгоритмы расправили и так далее вот потом считают считают считать что вот вы тоже располагаете на берегу океана вы вроде робинзона должны себя почувствовать все утонуло есть люди которые готовы складывать и умножать делить никто не умеет вот как их научить ответ очень простой вот так как поступали в этих вычислительных машинах 50-х годов как раз по этой схеме вот придумать схему какую-то соответствующей теории банных а отжимающих отображать вот если я в одномерном случае решаем задачу x равняется f от x еще неподвижную точку на встречу это пересечения какого-то графика с этой линии игрок равняется x если вы обметат ньютона здесь примените у вас получится x равняется 1 на b я вас предупреждаю сразу чтобы вы не тратили а вот как сделать так чтобы виде выполнения пусть и вообще говоря бесконечного числа сложения умножения но чтобы это быстро слов сходился реально мы могли вычесть вот представьте себе что у вас в районе вот некоторые точки x а звездочка корня этого уравнения картинка вот такая там меню минимум или максимум ну такая параболическая чашка такая или такая вот замечательно ведь то что когда вы берете близкие вот к этой точки значения аргумента получаются совсем уж близкие значения функции это эффект скажем который обеспечивает яркое свечение радуги арнольд тогда в этом писал у него есть книжка замечательное математическое понимание природы но там виде некого наброска это да ну просто но вы должны понимать что-то на таких вещах построены весьма нетривиальные вещи и вот здесь то же самое вот если я рассмотрю какой-то отрезочек окружающую точку x а звездочкой x а звездочкой минус дельта x а звездочкой плюс дельта и рассмотрю на над этой окрестностью над этим отрезком вот эту проболическую чашку то у меня разумеется будет эти отображение этого множество в себя правда но потому что вот эта точка перешла в себя на диагонали мы сидим а тут получается окрестности гораздо просто сужены меньше чем для отрезок есть полное метрическое пространство в теореме банных и сразу можно тогда запустить вот эту процедуру метод последних приближений метод операций как в теореме банаха собственно по доказательству это идет в данном случае если вы примените метод последних приближения и в метод неприятных коэффициентов и заходите подобрать параболу соответствующую то легко найти такую перестройку вот это уравнение 2x минус bx квадрат равняется x но у меня получилось право налево я в методу меня определенных коэффициентов нашел вот это вот это так чтобы но в точке 1 поделить на b у меня получалось как раз то что на и вот когда вы это запустите вот по такой формуле x n плюс 1 равняется вот это то у вас сверх быстро то все побежит и вот таких вещей когда учили машины считать нужно было придумать неимоверный множество было очень много тогда математиков там трудную кран рот и так далее которые ушли из теоретической математики вот в эту руку и вот реально этот же люстернинг провел там много лет в этих делах это были интересные задачи но здесь я специально выбираю такую тривиальную вещь вы его любого школьника можете научить по школьникам можно понимать опять же и пятницу у робинзона круза и сотрудников тюринга это все равно но вот наличие вот такой теоремы в принципе банных ожимающих отображениях позволяет сознательно искать такие в более сложных ситуациях нам на конечно как я уже говорил нужно будет придумать какие-то метрики тогда вот давайте считать что это был первый пример содержательный на терема банаха которую раз вы знаете я даже пока и формулировать небольшой наказать не хочу пример 2 возможно в линейной алгебре у вас была такая задача есть уравнение но нет не тогда нет матрица размером н н но вещественно и она такова что при любом и в каждой строке то есть сумма модуль а и же page строго меньше единицы надо доказать что тогда единичная матрица плюс а не вырождены не встречали такую задачу от своих делах на первом курсе но с точки зрения вот как бы функционального анализа общего разговора что ли речь идет о чем есть единичная матрица обратимая конечно и мы ее возмущаем чем-то но мелким маленьким незначительным по сравнению с этой матрицы раз в каждой строке сумма всех элементов меньше единицы наверное но не испортится на какого-то хорошего свойства вот это единичной матрицы но с точки зрения теорема банаха дело происходит вот как вот если взять наш иран с метрикой бесконечности это когда нормы x объявляется максимум модуль x и т по и от веницы дн и рассмотреть отображение действующие из этого пространства в себя но с помощью вот этой матрицы по формуле матрица умножается справа на столбец x то что у нас будет получаться вот мы хотим решить уравнение раз речь идет обратимость этой матрицы мы хотим решить уравнение е плюс а x равняется ну и двух комнат фиксируем можно переписать задачу так слева оставим x справа напишем игрок минус а x задач об отыскании неподвижной точки и вот здесь когда мы захотим исследовать вот этот оператор на сжимаемость то при учитании в двух разных точках соединенных из два значения этого оператора у нас игроки сократятся одинаково а это как выяснится соответствует норме оператора вот если оператора действует из того пространства в то в себя же то его нормы и как говорят операторная норма матрицы порождены вот этой нормой пространство иран она эта норма будет равна максимум где он вот здесь по и сумма модуль а и жи пажи ну и тогда опять же вот можно будет сказать а решение существует и единство при любом игроки а само решение найти вот методом последних проблежений перим банка в чистыми еще один пример вот когда я спросил кто он читал дифференциальное уравнение вы радостно сказали что вот вера юлью на значит давайте посмотрим как вы доказывали вот этот стерим 3 пример у меня есть задача каши для уравнения разрешенного относительно производной игрок четырех равняется f от x игрок игрок при x равном x нулевое есть аксерное значение как полюс там теорема что если функции f непрерывно и удовлетворяет скажем условий лифт 2 переменной ну и что-нибудь в этом роде то локально в окрестности точки коса нулевой можно найти такую окрестность вообще гарантированного какого-то большого размера маленькую на которой определена однозначно обычная функция игрок от x являющиеся решением этого уравнения и удовлетворяющие этому начальному условию то есть интегральная кривая проходящий через точку x нулевой игрок нулевой значит еще раз как вы доказывали этот терем нет сначала вы перестроили задачу вы перешли к уравнению интегральному если я правильно понимаю вас вот такой интегральный оператор здесь причем вот это одно уравнение но равно сильно выполнение обоих этих слоев ну и дальше потом выясняется что если вот выбрать достаточно маленькую окрестность по точке x нулевой и выбрать определенную полосочку по значению от минус mdm то можно добиться того чтобы за счет выбора вот это то чтобы в заданную вот эту полоску от минус мдм значение попадали у всех функций которые будут получаться при отображении по вот этой форме для функции взят хочу что вы не будете выскакивать за ту мир ну и понятно что это будет полное метрическое пространство если взять обычную ци норма ну и потом запускается прям банаха и тогда вот на физтехе когда-то была написана очень хорошая книжка по дифференциальным уравнением я написал михаил васильевич федорюк к сожалению рано из жизни ушел человек высочайший просто квалификации в этом деле в мире обыкновенных дифференциальных уровней вот если скажем говорить о вашей подготовке к государственному экзамену по математике вас не пугают это реальность то вот книжка по дифференциальным уровнем который бы советовал вам открыть в процессе подготовки писать вот как раз книжка обыкновенный дифференциальный уровень федорюка она в изобилии есть по-моему в библиотеке до сих пор хотя издавали последний раз по восемь с первым примерно году но где-то там и в пятом но в общем где-то там но вот просто интересно что в этой же книжке вы сможете найти еще одно применение вот терем банаха это доказательство теорема неявной функции это такая вызывающая всегда некоторые неудовольствия и студентов терема потому что все обычные доказательства не носит какой-то такой длинновато но об обратной но можно напрямую просто не явных функций тоже доказать да ну то нет значит вы как раз в этой парадигме работа нации это вот а мой четвертый пример бы я собственно говоря это между которые здесь используют вообще существует причем в почтенном семействе журналов издательства шпрингер математический журнал существует он уже лет 15 который так называется журнал по теории вот но фикс-поинт просто то есть круг теорем связанных с неподвижной точкой сюда можно отнести конечно темным брауэр и терем банаха но у вычислителя этого числе не такой журнал это конечно в первую очередь именно круг вот эти четыре то есть наука и деятельности в этом управлении сильно разрослеть причем в современных условиях рассматриваются задачи в которых в качестве неподвижного объекта выступают не только точки но и целый множество к этому скажем речь об иновариантность идет или когда целый набор точек становится неподвижным но там много чего можно придумать но в общем вот и стала такая большая нога я вот честно говоря с большим удивлением как-то раз разговариваю с логиками узнал что у них есть содержательные примеры применения теорема банаха и в собственно логических делах и в теоретическом программировании то есть вот если есть прицел соответствующий и желание применить теорему банаха то такую возможность всегда можно получить еще один пример нужно напишу давайте логика и языки программирования но если хотите вам пришли у меня бекли мишев прислал целый список таких слов когда его спросил так что если вот у кого то из нас это заинтересует хотя не знаю и не уверен в полезности для вас этого занятия все-таки не совсем ваш профиль языки программирования с логикой тут сложный вообще кто скажем бы на виду базовую кафедру ну это то же самое что и дискретным вот нет но это означает что на первом месте среди приоритетных дисциплин у вас статистика и теория вероятности должны стоять ну понимаете эти дисциплины с точки зрения применения функционального анализа вообще они на одном из первых мест стоят конечно потому что вот статистику ну скажем вот меня когда учили статистиками что это нам счастье преподавал гуревич но вы знаете наверное это имя в мире статистики это университетский профессор ему сейчас уже немало лет но вот когда мы его нашли общий язык виде языка функционального анализа просто просто пошло как по маслу потому что иначе будет довольно много какой-то ручной работы который бы не хотел кстати говоря вот скажем курс функционального анализа который на физтехе существовал вплоть до недавнего времени в неизменном виде он был свое время поставлен здесь наймарком это человек который наряду с глифандом шилом и другими был создателем от теории как у нас говорили нормированных колец сейчас это называется во всем мире теория банах у халби это сороковые годы пример и вот так а дома корон читал здесь от курса сдавал он его как раз создавал но в 50-е годы и дальше но как приложение к уровне математической физики к сожалению на вашем вкульте это сейчас уровне математической физики являются мягко говоря необязательным предметом но нет он в общем это поэтому то я вынужден когда вот думаю какие именно разделы функционального анализа нам выбирать чтобы но поневоле при таком первом ознакомлении вот еще раз говорю я считаю что надо поработать с структурами вот скажем отличие только от книжки калмагорова фомина который здесь упоминал там гильбертово пространство это бесконечно мерное сепарабельное евклидово пространство вот слово сепарабельность я исключу в наших разговорах почему потому что если пространство сепарабельное гильбертово то там сразу появляется счетный базис ортонормированный и вся техника по сути становится конечномерный потому что все можно разложить в этот ряд сходящийся партонормированный базис и на языке коэффициентов то есть по сути как в линии на алгебре вести рукава а вот бывают и даже содержательные примеры вместе парабельно гильбертово пространство ну скажем вот пространство безяковича почти периодически функция а там как бы вот что может заменить наличие ортонормированный базис вот я буду как раз на такие вещи обращать внимание и вот мы будем как раз изучая говоря о структурах говорить вот о таких вещах чтобы в свой инструментарий расширили попросту варе вот одна из моих тем ну и во вторых вот в соответствии с тем что я говорил про контарович мне бы очень хотел чтобы вы понимали что какие у нас вперед хожу финальным такому формулированию того что хотел сказать значит функциональный анализ зачем он нам нужен во-первых он нам позволяет с единой точки зрения и достаточно ясно представить себе технические достижения вот в этих всех прикладных вокруг науках дифференциальных уравнениях статистики так далее так да во вторых он дает нам мощные возможности предсказания мы понимая что мы знаем можем задуматься над тем как придумать какие-то структуры как ввести где-то какую-то метрику чтобы получилось то что хорошо я вот в каком-то смысле сравнил бы функциональный анализ если говорить о первом пункте того что я сказал с наличием хорошей картографической системы просто карты мы можем ориентироваться и в том что уже знаем и можем даже на самом деле если вот поставлены задачи куда-то там пробраться с помощью карты можем издать без наличия такой карты продраться через какие-то леса топи и болота и прочее не всегда мягко говоря возможно и вот это просто облегчает на нашу математическую жизнь ну и плюс это вообще красивая штука на самом если честно вещи здесь очень простые потому что в основном мы будем говорить о ленинам функциональными но всем это можно сравнить вот я вам со в самом начале говорил про то что бит вольтера сказал 18 век форму тейлера вот первое приближение содержательное это замена какой-то нелинейной функции достаточно гладкой в окрестности точки какой-то но функция линейный скажем на риф от x нулевое плюс штрих от x нулевое на их минус x нулевое если брать кусок из формулы тейлера ну просто говоря линейный функции вот если мы такими вещами захотим заниматься в бесконечно мерных пространствах скажем банных а для вот теории управления для теории оптимизации в этих бесконечно мерных пространствах это вещи необходимы нам надо но как следует изучить хотя бы линейные ограниченные операторы которые там в этой форме будут фигурировать правда если мы напишем для какого-то линейного оператора дельта f равняется ну и дельта f то есть f от x нулевое минус f от x минус f от x0 действия действие какого-то линейного ограниченного оператора на вот это в прощении к 0 секс нулевой вот изучить свойства линейных ограниченных операторов первейший долл это вот одно из направлений которое может быть также для вас как для факультета и специализации интересным, я имею ввиду теорию управления и приложения. Потому что современное, внятное, разумное изложение теории управления, это безусловное изложение на языке функционального анализа. Не обязательно даже речь идет о дифференцировании, потому что то, к чему мы привыкли, скажем, в двумерном случае, понятие опорной гиперплоскости, опорная прямая, касательная, если повезет, это все вещи, которые можно обобщать и на бесконечно мерное пространство, в банаховых пространствах совсем все хорошо, но можно и в нормированных работах. И тут, скажем, такая теорема, на первый взгляд, совершенно не геометричная, как теорема Хана-Банаха, она как раз позволяет опорной гиперплоскости пройти к определенным классам выпухов тел. То есть это все вещи в широком смысле весьма и весьма полезные, прикладные и так далее. Я уж не говорю о том, что вот если вы, например, опять же, теория вероятности, кто-то еще, правильное, хорошее понимание теории преобразования Фурье в гибертом пространстве L2, ну это хлеб просто ваш. Вот в прошлом году я собирался сделать такой параграф и провести, но, честно говоря, нас эпидемия подкосила, и потом нас попросили сократить программу на большое число процентов. И преобразование Фурье пропало. А так это очень геометрично, очень красивая и безумно полезная деятельность. Думаю, в этом вас убеждать не надо. Вы вот знакомились уже где-то в каком-то курсе, скажем, с теорией преобразования Фурье в пространствах L2? Где? Понимаете, вот в это я поверить не смогу, потому что там нужно достаточно хитрый все-таки с теоремой. Я понимаю Илья Козобова, который хотел это рассказать, потому что это здорово просто, но все-таки это более длительный разговор нужен. Все. У вас было разговаривать все место просто под названием гармонический анализ, это я понимаю. Но я говорю именно вот про эту главу. Я говорю не про Риде Фурье. Я говорю, нет, оно могло упоминаться и так далее. Я говорю, что о нем можно говорить бесконечно долго. Вы что вообще, брат? Причем вот преображение Фурье в разных функциональных классах, скажем, Валь-1 это одна наука и теория, Валь-2 совершенно другая. И вот я хотел бы как раз вот, скажем, о таких вещах тоже с вами поговорить, чтобы вы, когда мы будем заканчивать в конце следующего семестра, если нас совсем заставят вести удаленный образ жизни, я бы хотел, чтобы вот вы получили представление об этих механизмах тоже, и они стали вашими рабочими инструментами. Так, сколько у меня времени в запасе осталось, потому что звонок пока нет, но я чувствую, что раз я пять минут съел, значит, где-то сейчас должно быть. А? Но это пять минут, которые равны тем, которые я его съел. Или еще десять. Да, вот у меня внутренний голос говорит, что вот я передал то, что хоть. Вот давайте последний вопрос. Ко мне вопросы есть какие-то? Любые. Организационные. Как решить такое-то уравнение? Квадратные. На большее у нас времени не хватит. Хорошо. Что такое зачет в этом семестре? Зачет, как я говорю, непрерывный. То есть, начинается и продолжается неограниченный. Вы знаете, был такой конвент в эпоху французской революции, который в минуту опасности, когда революционной республике угрожала опасность, он объявил себя заседающим непрерывным. Вот у нас непрерывный зачет. Все. Из чего он будет состоять? Ну, в каждой группе по-разному. Думаю, что тут все будут по-разному его, конечно, проводить, применять. Я, например, считаю, что нужно... В группе? Конечно. Нет, отчет будет в каждой группе, да. Как всегда. У нас правда система того, что касается, если не порой? А, ну, если она была, может быть, нам тоже ее посоветуют, предложат. Это мы легко придумаем сами. Ну, в принципе, с моей точки зрения, вы должны уметь решать все задачи, задания, близкие к ним, разумеется. Поддерживать светскую беседу на тему теорем, которые мы изучим в течение пяти минут. Чего еще желать? Зачеты непрерывно. Нет, ну, понимаете, мне бы очень хотелось... Я не случайно назвал им очень хорошие книжки просто, чтобы вы читали хорошие книги. Я очень люблю вот эти все системы с листиками, листочками и так далее, когда человек выпускает просто вроде самостоятельного жука древоточества, чтобы он какой-то путь прожил. Потому что есть классика, ее надо знать. Здравствуйте. Вы даете нам понять, что... Ничего не дают понять, ну, хорошо. Так. Нет. Нет, прямо экзамены, все, ну, о чем-то. Ну, все, вот я сказал то, что хотел. Спасибо. 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 Спасибо.